Хотел бы прочитать историю из Библии, которая записана в Иеремии, 18 глава, со 2 стиха, где Бог обращается к пророку и дает ему послание для его людей, для верующих. И вот что там написано во 2 стихе. Бог говорит, встань, сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника, и вот он работал на кружале. Мне интересно, друзья, понять, почему Бог, который имеет послание, откровение для людей, почему он пророку не дал это слово в том месте, в тот момент, как он к нему обратился. А он ему сказал, ты сначала встань, ты пойди в другое место, ты переместись, и вот только там я тебе скажу. Ведь мог Бог сразу сказать, зачем нужно было вот это ходить, тратить время, там что-то смотреть. У меня вопрос, зачем? И вот пророк повиновался, послушал, пошел в дом горшечника. И у меня вопрос, какое самое главное откровение должен был он получить и увидеть? Он его привел в эту мастерскую, где лепят эти горшки и сосуды. Он смотрел, как это глина, кувшины там, разваливаются сосуды. Он их опять берет и лепит. В конце Бог говорит это слово к пророку и говорит, вот то, что глина в руке моей, то вы, люди, народ Израилев, верующие люди. Я, Бог говорит, горшечник, я мастер, я все это леплю. И вот, друзья, самое ценное, что Бог хотел передать, это то, чтобы Он увидел своими глазами со стороны, как верующие люди пока на земле они находятся в процессе. Представьте себе, ему нужно было не просто там увидеть, какого качества глина, какой там мастер, какая там вот этот шап, мастерская, какое она, какое оборудование. Все, что Бог ему хотел показать. Вот встань, смотри со стороны. Видишь, глина, вот эти горшки, которые разваливаются, это люди. Я, Бог, горшечник. А теперь все, что ты увидел, пойди и передай людям. Моим людям, которые на земле. Это слово сегодня и для нас актуально. Когда, кажется, твой сосуд, он развалился на кусочки, осталась одна пыль. Твои мечты, твои желания, цели, твои обстоятельства, проблемы, казалось, превратилось все в осколки. И в этом отрывке мы читаем, Бог собирает эти все осколки, все эти кусочки, снова ставит на кружало и снова лепит то, что предназначено Богом. И пока мы проходим этот процесс на земле, нам не нравится это. Нам хочется с этого кружала спрыгнуть. А потом, когда с глиной что-то получилось, потом это поставляют в печь. А там температура бывает серьезная, огненная. И хочется спрыгнуть. Но, вы знаете, несмотря на то, что нам очень нравятся результаты, результат невозможен без процесса. А процесс иногда нам непонятный, иногда он болезненный, иногда он затягивается. Иногда хочется сразу к результату. Вот это откровение, которое Бог дает своим людям, я думаю, для кого-то это важное напоминание, что пока ты на земле, ты в процессе. И если ты себя относишь к числу верующих, то помни, в этом отрывке написано, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке. Пятый стих. Важно не забывать, в чьих ты руках. Все равно ты в чьих-то руках. Все равно кто-то тебе хозяин. Есть Бог, есть дьявол, есть свет, тьма, рай, ад. Вот почему важно выбирать и в этом процессе доверять, понимая, что я в его руках. Вопрос, который хотел бы еще спросить, какое было самое последнее желание Христа, прежде чем его арестовали и повели на распятие? Знаете, иногда перед казнью у человека спрашивают, какое твое последнее желание? Кто помнит, какое было желание Христа? Последнее. Луки 22, 15 написано. И сказал им, желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания. Я специально пропустил одно слово. Кто заметил, какое слово я упустил? Очень. Вот оно, последнее заветнее желание. Очень желал есть с вами вот эту Пасху. Интересно, а почему Иисус так этого хотел? Ведь мы понимаем, как верующие люди, что суть была не только в физическом подкреплении. Это не просто еда ради еды. Там были смыслы глубже. Но вот почему для него было важно вот это сделать вместе с учениками? Мне нравится евангелист Лука, потому что он был детальный человек. Я тоже думаю, что я детальный. И вот из всех посланий, которые описывают последнюю вот эту вечерю, Господню, причастие, вот только Лука дает деталь, которую другие не дают. А в чем же эта деталь? Он не просто описывает процесс, вот что, зачем там шло. Сначала взяли там хлеб, потом взяли чашу. А он показывает внутреннее состояние эмоций Христа. Вот эту деталь он добавляет, что он очень хотел, очень ждал, чтобы вместе с учениками разделить эту вечерю прежде страдания. Я не знаю, если вы знали, что когда евреи в Ветхом Завете принимали Пасху, это было символом или Божьим повелением, связанным с тем, что когда еврейский народ выходил из Египта, они были рабами. И вот Христос им сказал, вы будете выходить, и вы будете вкушать эту Пасху. Они заколали Агнца, там был целый обряд. Но интересно, что когда евреи это делали, никто не мог кушать сидя. Вы это знали? Они должны были кушать стоя. Почему? А когда мы читаем, когда Иисус Христос принимал Пасху, то он написано возлежал. Вы не обращали внимания на эту деталь? Почему им нужно было стоя, а Иисус тут окрас и по-нашему бы сказали разлегся. А как это ломает все традиции? Этим Иисус намекает, этим людям, что приходит что-то новое. Какие-то вот эти старые уставы, законы как бы ломаются. И приходит какое-то свежее откровение и понимание. Оказывается, до этого только свободные люди могли кушать и могли возлежать. А рабы и слуги должны были стоять. этими Иисус демонстрирует, что пришло новое время. Свобода из рабства, не только физического, а духовного рабства, рабства греха. Человек не может сам победить грех, не может освободиться от греха. И только Иисус Христос дает свободу от греха. И вот Он символизирует им, что мы это делаем уже по-другому. Он им дает новые откровения, значения, все таинство, глубокий смысл всей вот этой вечерей любви. Для Христа это было важно, потому что ради этого Он жил, пришел на землю. И вот пришел этот пик, момент, когда все, вот смысл, ради чего я пришел на землю, прежде моего страдания. И Он говорит, давайте мы совершим вот эту последнюю вечерю. Интересно, что эта вечеря это была самая последняя ветхозаветняя Пасха. Иисус показывает, это последняя ветхозаветняя Пасха, а потом наступает новая эра, новый завет. Если вы помните, Пасха старозаветняя, она превратила рабов Египта в слуг Божьих. А пришло время новому завету, который превращает его слуг в кого? в сыновей, в детей Божьих. Написано римлянам 8 наследники, если дети, то и наследники, и сонаследники Христу. Удивительно, что на эту вечерю Иисус позвал эксклюзивная это была встреча, только 12 и все. Хотя Иисус соприкасался, имел, кажется, общение с разными людьми в течение жизни, но приглашает самых близких. Для нас сегодня это напоминание, что значит, когда мы принимаем вечерю, туда приглашаются самые близкие ко Христу. То есть, подразумевается, близость это обязательный критерий. Это не просто взять кусочек хлеба и проглотить. Вопрос не в том, вопрос близость со Христом. И когда сегодня каждый из вас будет принимать эту вечерю, вопрос «Ты имеешь эту близость?» Не просто название верующего христианина «близость». Для Христа очень важно отношение, очень важное отношение, потому что Иисус Христос, Он приглашает людей именно на вечерю, а вечеря или ужин. Вы же понимаете, что это не только физическое подкрепление, а это включает общение. Та же мысль подтверждается в книге Откровений 3 глава. Это последняя книга Библии, где Иисус говорит «Се, стою у двери и стучу. Кто откроет, войду к Нему и буду вечерять». Снова эта же мысль вечеря. Заметьте, что я стучу, значит, у человека есть выбор. Кто откроет? Не все откроют. Кто впустит? Кто хочет впустить Иисуса Спасителя в свое сердце, в свою жизнь? У тебя есть выбор. А дальше интересный вопрос. Вы когда-нибудь пробовали скушать ужин за 3 минуты? Кто-то так вспоминает и кривится. А за 5 минут можно скушать ужин? Ну, я так представляю себе, ну, технически как бы можно, да? Глаза станут большими, дыхание будет работать с перебоями, можно подавиться, задохнуться, ну, допустим, вы выжили, ну, как бы проглотили, но процесс не сильно приятный, правда? Почему Иисус Христос говорит, я стучу, кто откроет, войду и что буду? Вечерять. А что подразумевает вечеря? Не только еда ради еды, а общение. Общение. Отношение. Иногда мы удовлетворяемся вот этими такими трехминутными, двухминутными молитвами. Я верю, что и это для Бога ценно, когда мы обращаемся даже в короткой молитве к Богу. Но цель это отношение, это не просто двухминутная молитва, это когда ты приходишь, час, полчаса, наверное, минимум, на ужин уходит, и когда ты просто общаешься с Богом через чтение Его Слова, через молитву, где ты останавливаешься и строишь отношения, потому что для тебя это важно. И в заключение хотелось бы отметить, что Иисус, когда приглашал на вечерю, то Он написано очень хотел. А можно резко спросить, а ты сильно хотел сегодня здесь быть? А ты сильно хотел, по-английски есть такое слово Were you really excited about communion? Нет, не спеши отвечать, не спеши, не спеши, не спеши, пауза, просто вот честно. Ты был сильно excited? Или так, ну, пришли, пришли, ну, надо закинуть, ну, закинул, ну, что еще надо, встать, встали, спели, спели. А ведь суть в отношениях, не в обрядах. И вот если честно себя спросить, ты сильно хотел? А Иисус написано очень, мы читали с вами, да, очень желал разделить эту вечерю с тобой, с учениками, с Его учениками, для Него это было настолько ценно. Поэтому пусть каждый себя спросит сегодня лично, а я это сильно желаю, я этим ценю, я этим дорожу, я имею эту близость со Христом. Пусть Бог нам поможет каждому привести свои отношения в порядок, отношения с Богом, чтобы мы могли приходить и делить эту вечерю с Богом, с дерзновением, с миром в сердце. Аминь. Давайте мы встанем. Сейчас у нас будет служение причастия. Я хотел бы напомнить, кто имеет право участвовать в этом. Люди, которые заключили завет с Господом, то есть люди, которые в завете, люди, которые в завете с Богом через водное крещение. это обещание, это то, когда человек осознанно, в осознанном возрасте говорит, я верю в Иисуса Христа как в личного Спасителя. Я верю, что Он умер за грехи мои. И Он для меня является не просто историческим персонажем, Он для меня является Господом. Кто в мире с Богом, у кого с Богом отношения налажены, жизнь в грехе и жизнь с Богом несовместимы. А если ты сам не можешь победить грех, то помни, вот почему на эту землю был послан Спаситель, который меняет мышление, меняет образ жизни ради того, чтобы люди стали другими. Люди сами себя не могут. Человек не способен искоренить зло, никак не способен. Вот почему, друзья, нам нужен Спаситель.